Постсоветский Новый Год это нечто, он же родился, первый постсоветский Новый Год, это 92-й год, вот эти первые длинные каникулы, когда вся страна выводилась из строя намертво, она лежала, вот ее можно было брать, наверное, голыми руками, если бы Гитлер заехал бы тогда, никто бы не очухался, пока бы танки, видимо, гудыряны не оказались бы под стеной Кремля, просто все перепелются. Это особое вещество, что в Советском Союзе ты, конечно, шел уже, первого ты отоспался, второго ты шел на работу, страна жила в рабочем ритме, я помню, на Новый 88-м я пошел плавать в бассейн Москва, тренироваться, проверял, все работало, то есть работали 31-го, в ночь отдыхали, все, то есть страна трудилась. Естественно, это была покупка электората популистская, вам страну развалили, вас будущие отняли, превращали вас в нищих, ну хоть гуляйте. Для меня, честно говоря, постсоветские Новые Года сливаются в одну какую-то сплошную массу, особенно как Ельцин ушел, вот, а, я помню, как Ельцин в 2004-м поздравлял нас. У нас в комнате есть, у вас в домах есть горячая вода, свет, то есть то, что при Советском Союзе было, ну, естественно, как восход солнца, это достоинство оказывается, скажите, спасибо, что не мерзнете. Все остальное, значит, все остальные постсоветские праздники сливаются в какое-то одно и то же, да, вот, одни и те же лица, мы видим Путина, Медведева, как круглый год, и они опять, наверное, мы видим от них, где же Шауменов, новые песни о старом, они не могут изобразить того, они перепевают советское. Я тут посчитал, что вот, мы на Новый год, ну, семейный праздник, мы смотрим иногда в телевизор, вот, и я думаю, слушайте, говорю своей супруге, слушай, а ведь, вот, посмотри на набор актеров, это те же актеры, Шауменов, эстрадные, практически, в основном, мать на 95-м, что были в 86-м году, вот, как Лайма Вайкель появилась. Я говорю, вот, представляешь, ты в 86-м году бы, я не знаю, 25 лет, да, предположим, ну, если бы на 86-м году по советскому телевизору выступали бы те же певцы, актеры, в 1960-м. То есть, эстрадная развлекательная элита, вот эта вот гламурная и политическая элита, они одинаково застыли, они не хотят никуда уходить. Они те же Пугачевы, Кобзоны, Лещенки, там, прочее, прочее, ничего нового нет. Поэтому мы, как правило, на Новый год, ну, сейчас гимн не надо включать, я раньше включал гимн Советского Союза, Великой Страны, а не эта песня без слов, Глинке, теперь вроде как не надо, гимн есть, надо только изображение убрать, вот, а на Новый год, вы знаете, я буду смотреть какой-нибудь фильм, мы с семьей поставим хороший фильм, какой-нибудь добрый, вот, мы любим, кстати, назад будущие американские фильмы, как-то из старой эпохи, или какой-нибудь очень хороший советский, вроде там, Чародеев каких-нибудь, или Формулы любви. Кстати, каждый на Советский Новый год радовал, ну, я помню, 83-й, 84-й, тут там, 83-й, как раз Чародеев, 84-й, Формула любви, на Новый 79-й был тот самый Лунный день, 31-го июня, то есть каждый Новый год сопровождался премьером, как-нибудь великолепным и интереснейшего, веселого, доброго советского фильма, который входил потом в сокровище с культурным, здесь этого нет. Так что будем смотреть, так сказать, из запаса старого, доброго советских фильмов. Вот такие вот постсоветские Новые годы. Когда мы придем к власти, мы, конечно, восстановим старый советский порядок, страна не должна выходить из строя, страна должна работать, если страна работает, она вот богатеет. Мы же, как власть новая, создадим соответствующие финансовые, таможенные, макроэкономические, институциональные условия для того, чтобы люди могли работать, зарабатывать, иметь свой дом, машину, семью с тремя детьми, ну, все, в общем, Русланд убирались, короче говоря. Спасибо. Спасибо.